Здравствуйте, господин РАР! Рада, что у меня есть возможность пообщаться с вами сейчас уже и лично. И вот если вспомнить ваши прогнозы, которые вы давали эксклюзивно нашему телеканалу, это была ночь выборов, если помните, вы тогда были очень осторожны в том, как будет развиваться ситуация в Республике Молдова. Вот то, что на сегодняшний день есть у нас, оно соответствовало в целом вашим ожиданиям или нет? Нет, я думаю, что все-таки мне казалось, что впереди очень много баталий. Я не думал, что все так плавно произойдет, как произошло. Я просто не знал закулисную, конечно, тоже. Я не знал, какие предварительные переговоры, может быть, здесь велись. Я все это не знаю. Но меня очень приятно удивило, как многих европейцев, как и немецкое правительство, европейцев, что в Молдове смогли договориться о создании вот такого необычного правительства, где двуглавый орел, орла, где одно лицо смотрит на запад, а другое на восток, и все равно имеются общие цели. Я думаю, самое главное – это то, что в Молдове не произошел Майдан. Понимаете, вот кровопролитие, противостояние, побоище и так далее, и так далее, что мы видели в ваших восточных соседях. Слово богу, это не произошло. И мне кажется, что все сделали нужные уроки из тех негативных, катастрофических развитий, которые мы видели в Украине. Во-первых, сами европейцы, сам Запад понял, что нельзя ставить Молдову перед выбором или вы с нами, и тогда отказываетесь от политики с Россией, или уходите в Россию, если не хотите с нами. То есть поняли, что население здесь смотрит и туда, и сюда, поняли, что нужно дать шанс вот такому двухвектному развитию страны, и смогли договориться в том числе и с Россией. То есть внешние актеры здесь сыграли конструктивно, а не негативно, как это было во время украинского кризиса. Вы предлагаете нам поверить в то, что существует тот самый геополитический консенсус, о котором нам все время все говорят, а некоторые все-таки смотрят на это с недоверием. Смотрите, какие разные политические силы объединились в правящую коалицию. То есть это я сейчас к чему говорю? На самом деле получается, что к такому согласию пришли и Соединенные Штаты, и Российская Федерация, и Европейский Союз? Или все-таки это достаточно временное явление? Ну я не хочу никого обижать, но мне кажется, что без внешних актеров, без того, что внешние актеры бы договорились бы, не было бы этого правительства, которое сегодня есть. Это первое. Но сразу нужно говорить, что и сами политики, молдовские политики, поняли, что альтернативы нету, нужно договариваться. Потому что не договориться, это значит дестабилизировать страну, вызывать еще больше недовольства электората, и потом, может быть, лишиться уже полностью власти, которую сейчас эти партии все-таки имеют. Вы понимаете, я приведу другой пример. Вот вы говорите, трудно правительству договориться. Да всем правительствам трудно договариваться. Посмотрите, что в такой высокоразвитой европейской стране, как Германия сейчас происходит. Традиционные партии, которые считались народными партиями, они теряют, теряют свой имидж, теряют свой авторитет, теряют власть, теряют свой электорат. И вынуждены договариваться, договариваться с, вот как христианский демократ у нас, с зелеными. Зеленая партия была такая аутсайдерская партия долгие годы, десятилетия. А сейчас она, по-видимому, будет вместе с христианскими демократами, с консерваторами создавать будущее правительство. Но тоже нет, 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 и сейчас еще многие люди считают, что у этих двух партий позиция абсолютно расходится друг с другом. Но ради того, чтобы, ну как можно сказать, пафосно служить стране, народу, чтобы не дестабилизировать ситуацию, чтобы не было хуже, чтобы все-таки найти какой-то позитив, политики демократического убеждения, вместо того, чтобы воевать с друг другом, решили найти временный, конечно, компромисс. Это временное правительство. То есть временное здесь ключевое, да, слово. Но ключевое слово, но оно не худшее, оно не уменьшает значение этого правительства, потому что и временно можно очень много сделать. Хорошо, вот раз говорят об этом самом геополитическом консенсусе, то мне кажется, что многие ожидают, что Молдова может пойти дальше. У нас ведь есть Приднестровье, и поскольку есть сейчас согласие ведущих мировых игроков, то следует ли с оптимизмом смотреть на возможность хоть каких-то подвижек реальных, да, к Приднестровскому регулированию или нет? Ну, нужно верить в том, что Молдова все-таки рано или поздно объединится. Почему и нет? Я не вижу для Приднестровья, на самом деле, перспективы быть независимым государством или какой-то колонии Российской Федерации. Но в то же самое время я понимаю, что в Приднестровье живет население, которые, или люди, которые не хотят, скажем, перспективы румынизации Молдовы. Вы знаете этот аргумент. Да. Поэтому ситуация сейчас так, как она есть. Но посмотрим в будущее. Я думаю, что всегда есть вариант, который предлагался уже несколько лет тому назад, о том, чтобы сформировать в Молдове некую федерацию. Я не говорю даже конфедерацию, чтобы сказал бы несколько лет тому назад. Федерацию, где достаточно большая автономия была бы дана, конечно, той части населения Молдовы, Приднестровцам, у которых другой менталитет, который думает по-другому, может, другие интересы, но в рамках общего государства все равно не могли бы существовать. Есть много примеров, вот как Швейцария, один из таких типичных примеров, Италия, Северный Южный Тирол, где это все тоже более-менее стало возможным. И мне кажется, что по этому пути нужно идти, это единственный путь. А вы знаете, у нас как раз именно этот путь больше всего подвергается критике. У нас боятся, страшно все боятся слова федерализация. Я сейчас не шучу, я говорю абсолютно сейчас серьезно. Вот наши политические силы, особенно те, что справа, они готовы обсуждать различные абсолютно модели. Но когда слышат слово федерация, то всяческие обсуждения тут же прекращаются. Как вы думаете, почему? Это временное явление. Федерация – это хорошее слово. Я приехал из Германии. Германия – это федеративная республика, где есть, конечно, центральная власть, но государство не централизованное. Состоит из федеративных правительств, из земельных правительств. Земельные правительства влияют тоже на общую политику Германии. В экономическом плане у них громадная автономия. В финансовом плане тоже. И даже в торговом плане. И этого нужно добиваться. Это человечество придумало федерацию еще несколько десятилетий, функционирующую федерализацию тому назад. Поэтому ничего в этом зазорного нет. Просто в связи с украинским кризисом, когда, кстати, сами украинцы, разные силы, даже мечтали о том, чтобы двинуться к какой-то федерализации, потому что западные украинские регионы хотели тоже больше самостоятельности. Януковича, когда тот был президентом. Восточные украинцы теперь хотят больше автономии, то есть федерализации от центра, к которому они не хотят подчиняться. И слово «федерация» – это золотой ключ к тому, чтобы государство не развалилось. Она существовала бы на разных началах с населением, которое именно не является гомогенным. И все равно все жили бы в процветании и в миру, и в стабильности. И я, опять-таки, другой альтернативы не вижу. Но в Украине тогда это слово «федерализация» было восприняно как какая-то российская индейка, чтобы разломать Украину. Это пропагандистский прием, который использовали люди, люди, которые тогда выступали за Майдан, за то, чтобы лишить Россию полностью влияния на востоке Украины и создать свой плацдарм для того, чтобы Украина входила бы в НАТО и в Европейский Союз. Но я уверен, что в Украине вопрос о федерализации в цивилизованном форме, в нормальном, в транспарентном, в объективном тоне, русле скоро опять воздавляться. Наш президент, когда говорит о внешней политике, он очень часто подчеркивает, я выступаю за взвешенную внешнюю политику. То есть он говорит, мы должны дружить и с Западом, мы должны дружить с Востоком. И на деле это показывает. Представители правительства, премьер-министр и еще другие политические силы, которые входят в блок ОКУМ, они больше говорят все-таки о евроинтеграции. Вот как вы видите Молдова на самом деле? Где она должна себя найти? И каковы на сегодняшний день все-таки шансы того, что именно вот эта европейская идея, которой так грезят многие наши правые политики, она имеет шансы на успех? Я как политолог вам хочу сказать то, что я сказал здесь сейчас на пленарном заседании, что параметры меняются, и нужно просто проснуться, открыть глаза и понять, что мир изменился резко. Уже нет внутри Европы противостояния Европейский Союз, НАТО с одной стороны, Россия и Евразийский Союз с другой стороны. Европа уже является не пупом земли. Там не пишется история человечества. Европа даже сейчас в очень большой опасности. Вся Европа, и Западная, и Центральная, и Восточная, быть стиснута между двумя громадными новыми блоками и державами, которые между собой начали воевать в экономической сфере, торговыми войнами. И не только торговыми войнами. Это Америка и Китай. Китай настолько влиятельный, что мы это еще не все ощущаем, но некоторые европейские страны абсолютно это знают. А американцам, европейцы, вот так как они были раньше им нужны, уже не настолько интересны. Поэтому я не думаю, что будет расширяться НАТО, я не думаю, что будет расширяться Европейский Союз, потому что это уже не тема сегодняшнего дня, это уже не актуальные темы. Сейчас встанет все больше и больше вопрос, который поднимает французский президент Макрон. Как европейцам объединиться? Так, чтобы они не проиграли в этой новой геополитической обстановке между Америкой и Китаем. И тут нужно найти способы, вот есть французское очень красивое такое слово, там в другом языке, просто не знаю, хохабитацион, по-русски это будет сожительство. Нужно не обязательно дружить, и невозможно, все-таки Россия и славянский мир, это, мне кажется, одно, западное и римское право другое. Тут очень трудно найти какой-то вот общий знаменатель вопроса там либеральных ценностей, что требует всегда западная Европа, от восточной Европы. Но где можно сойтись, это по ключевым вопросам, а как выстроить эту Европу, разную Европу, опять-таки, разных, может, векторов, кто-то будет ближе с Китаем, кто-то с Америкой. Понимаете, в этом новом многополярном мире. То есть нам нужен другой нарратив и другая картинка, другое мировоззрение, чтобы понять, в какой мир мы входим. И тогда все по полочкам раскладывается, и легче тоже понять свое место, в том числе и той же Молдовы, которая всегда будет играть роль некого, как и Украина, как и Белоруссия, моста между действительно этой гигантской там на востоке России и Европейском Союзе, который вот тоже заново должен будет себя консолидировать. Мы с вами встречаемся на полях Молдороссийского экономического форума, поэтому весьма логичен был бы мой вопрос в отношении экономических перспектив Молдовы и России. Сегодня здесь очень много говорилось о том, что есть большой потенциал. Выступали спикеры и из России, и из Молдовы. Они говорили, да, вот давайте двигаться вперед. Вроде бы как и политическая стабильность, то, что они, да, за что они ратовали вот еще год назад, вроде бы как бы наступило. Как вы видите вот это сотрудничество, как вы говорите вот сейчас, в нынешних новых политических условиях? Я думаю, что альтернативы этому сотрудничеству просто нет. Вы что, видите здесь большие европейские инвестиции в Молдове? Нет, конечно. Их нету, потому что все-таки у Европы, Европе интересны другие рынки. Для многих европейцев здесь, скажем, политический и юридический климат не очень понятен. Ну, как-то, мне кажется, Европа и Молдавия пока не сошлись. Но Молдова и Россия имели в свое время все-таки торговые и экономические отношения, же были бы одним государством. Все-таки многое еще объединяет. Если на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе можно будет выстроить заново экономические отношения, то все это хорошо, это нужно. Посмотрите, географическое положение Молдовы, она все-таки очень близка к евразийскому пространству, к Европейскому Союзу. Там транспортные коридоры, о которых Россия сейчас заботится, тоже будет проходить через вашу страну. Ваша сельскохозяйственная продукция, она интересна россиянам, у которых нет такого выхода, который есть у европейцев на другие страны, где этот же покупают и получают. Так что мне кажется, что бизнес именно проложит эту дорогу, которую они способны были за все это время по идеологическим соображениям проложить политики. И сближение будет. Оно будет, конечно, сложным, потому что есть там разные ожидания, но время пока. Есть и свои интересы у России, например, в Молдове, это тоже важный момент. Мы всегда говорим, мы знаем, что мы хотим от россиян. Я всегда с удовольствием слушаю, а что же, собственно говоря, россияне говорят в адрес Молдовы? Ну, почему? России нужно все-таки там другие климатические условия. В Молдове они очень хорошие, сельскохозяйственные продукты, интересные. Почему Россия сейчас так и заинтересована турецким рынком? Потому что не функционирует по политическим причинам отношение между Польшей и Прибалтикой и Россией. Поэтому продукцию будет покупаться Турция. Вы соседи Турции, вы можете там с турками конкурировать по российскому рынку и России. Эта продукция нужна, мне кажется, они не были бы здесь. Есть что показать. Потом, я думаю, что прошло это время, во всяком случае, для россиян, когда обязательно нужно было проводить вот такой туризм, дорогой туризм во всем мире. Россияне, средний класс, посмотрел весь мир за последние 30 лет после падения Барлийнской стены. Я так ощущаю, что многие люди, кстати, это тоже и в Европе чувствуется, ищут более комфортный туризм. уехать и просто отдохнуть, потому что люди много работают. И куда ехать отдыхать? Там, где красиво, там, где удобно, там, где определенный такой жизненный комфорт есть, там, где нету языковых барьеров, например, там, где есть где-то общий менталитет. Поэтому, как ни странно, вот если поедете в Грузию, увидите, сколько, или в Армению, сколько там русских туристов. Там почти европейцев нет, потому что для европейцев это сложная страна, потому что другой менталитет, далеко ехать, другая история, географическое положение, скорее диковинка. А для россиян, а их очень много, средний бизнес хочет разъезжать, для них, скорее, диковинка Испания, там, Италия. Это вот все-таки дальнее зарубежье. А страны, которые близки, с которыми можно, где общий язык можно найти, где, может, даже есть какие-то родственные связи, культурные связи, они легче, поэтому нужно на туризме строить. Я благодарю вас за это интервью, большое спасибо, что уделили нам время. Спасибо.